Здравствуйте, друзья! Люди, ищущие и развивающиеся, занимаются исследованием не только внешнего мира и происходящих в нем процессов, но исследуют свой внутренний мир, и большинство ответов на волнующие человечества вопросы находятся именно там. В этом ролике я постараюсь доступно изложить свое мнение насчет одного из качеств человека, которое свойственно его животной составляющей. Как я уже не раз говорил в предыдущих роликах, человек разумный – это симбиоз двух разных сущностей – животного человеческого существа и духовного существа, души, представителя иных миров, иных сфер плотности бытия. Взяв на вооружение это знание, можно разобраться со множеством вопросов и проблем, волнующих человечество. Отталкиваясь от этого, давайте разберемся, что же такое зависть. Изложенная далее информация не претендует на какую-то научность, не содержит утверждения, претендующих на статус истины в последней инстанции, и не направлена на оскорбление чьих-либо чувств или личностей, и основана на моем личном опыте, полученных знаниях и творческих озарениях. Подтверждение данной информации вы сможете найти в себе и в окружающем вас мире. Для того, чтобы человеческое животное существо могло выжить и нормально функционировать в этом мире, при создании в него были выложены специальные программы, инстинкты. Мною были выделены три базовых инстинкта. Инстинкт выживания, самосохранения, инстинкт размножения, продолжения рода и основной инстинкт эмоционального возбуждения, производства энергии. Каждому инстинкту соответствует определенный набор качеств характера человека. Как человек реагирует на складывающиеся вокруг него обстоятельства, как ведет себя, в значительной степени зависит от развития его сознания. Если человек не развивается, не занимается самопознанием, самосовершенствованием, духовным развитием, то его сознание ориентировано на уровень животного существования, на уровень удовлетворения инстинкта. Если же человек развивается, то его сознание выходит на новый уровень и его качество характера уже не так сильно обусловленным базовыми программами животного организма. Что же такое зависть и что происходит, когда в человеке возникает это чувство? При эмоциональном возбуждении у человека происходит выработка выброс энергии определенной частоты вибраций. Возникновению эмоций соответствует выброс энергии низкой частоты вибраций. Выброс энергии происходит через энергетические центры ауры человека — чакры. Три нижние чакры как раз относятся к физической составляющей человека, к его животной сущности и отвечают за инстинкты. Соответственно, они вырабатывают энергию низкой частоты вибраций. Эмоции — это реакции на внешние раздражители, возникающие в человеке автоматически, на инстинктивном уровне. Эмоция зависти также имеет животную инстинктивную основу. И только при отслеживании и дальнейшем ее осмыслении эмоция зависти обретает статус чувства зависти человека. Эмоция зависти происходит от животного чувства соперничества, прародителем которого, в свою очередь, является инстинкт выживания. Эго человека начинает чувствовать себя ущербным по сравнению с кем-то, когда видит, что кто-то обладает тем, что у него нет. В современном мире гипертрофированный животный инстинкт и происходящее от них чувство зависти являются движущим фактором для развития бездумного общества потребления. Можно сказать, что зависть является частью программы выживания в этом мире. Разбираясь с инстинктами чувства, можно прийти к выводу, что зависть — это программа, механизм устранения преимущественных качеств соперника на тонком энергетическом уровне. Сейчас поясню свои выводы. Что же происходит, когда у человека возникает эмоция зависти? Происходит выброс энергии в энергоинформационное поле, ауру человека, которому вы завидуете. Происходит энергетический удар, блокирующий нормальное функционирование и взаимодействие чакр и энергетических тел другого человека. Если у человека слабая энергетика и он не имеет никакой энергетической защиты, то у него в скором времени могут начаться проблемы со здоровьем, а также в работе, творчестве, финансах, взаимоотношениях с близкими. В общем, во всех сферах жизнедеятельности, ведь речь идет о воздействии на психику. Примеры жизни. Один мой знакомый пишет стихи, и вот в один прекрасный день он решает результаты своего творчества выставить на одном популярном портале в сети интернет. На следующий день у него пропадает голос. Пятый энергетический центр чакры, отвечающий за творчество, находится в области горла. Думаю, вы поняли, как все происходит. Популярность дело такое. Практически у каждого публичного человека есть люди, экстрасенсы-целители, которые консультируют их в вопросах энергетической защиты. Таким образом, базовый защитный механизм устранения соперников выводит человека, которому вы завидуете, и строя на определенное время, а также понижает ваш вибрационный уровень, то есть сводит ваш разум к животному состоянию. Человек обладает мощнейшими психическими способностями. Есть такой вид борьбы, называется бесконтактный бой. Мастера бесконтактного боя обезвреживают противника, даже не касаясь его, и не позволяют прикоснуться к себе. Борьба происходит на энергетическом уровне с помощью психической энергии. Каким бы технически подготовленным и физически накачанным, в кавычках «не был соперник», он не устоит перед натиском невидимой психической атаки. Недаром все духовные учения и учителя говорят, что зависть закрепощает и разрушает душу человека. Развивайтесь духовно, познавайте себя. Чувство зависти свойственно каждому человеку, оно вложено в нашу животную основу. Отслеживайте возникновение в себе эмоций, осмысливайте, интерпретируйте. Выводите все свои реакции и автоматические действия на осознанный уровень. Переводите все свои эмоции в статус чувств. Это нужно для того, чтобы можно было ими управлять. Когда у вас возникает эмоция зависти, старайтесь сразу же отследить ее и объяснить самому себе, своему животному разуму, что то, чему вы завидуете, по справедливости принадлежит тому, кому вы завидуете, и что он, пускай даже по непонятным вам причинам, достоин этого. А если у вас этого нет, то это лично ваша недоработка и упущение. И конечно стоит задуматься, а нужно ли вам на самом деле то, чему вы завидуете. Это необходимо для того, чтобы чувство зависти в дальнейшем не терзало вашу душу и разум и не переросло в физические действия против человека, которому вы испытываете это чувство. И еще. Многие люди путают чувство справедливости с чувством зависти. Конечно, друзья, в современном мире человеческое общество далеко от совершенства и справедливости. Те люди, которые находятся во власти, имеют в своем личном распоряжении огромные ресурсы, заработанные нечестным путем, вызывают бурю негативных эмоций у большинства людей. Тут нужно уяснить для себя одну истину. Чувство зависти всегда направлено на свое эго, на собственное благополучие, на личное удовлетворение. Чувство справедливости же направлено на благо всех, на справедливое устройство общества, на справедливое распределение ресурсов. Большинство обеспеченных людей достигли финансового успеха не только благодаря своим личным качествам, но и благодаря несправедливой социально-экономической системе устройства общества, при которой достаточно проявлять лишь качество характера, свойственное животной сущности и развитому интеллекту, который не является признаком разумности человека. Советую вам посмотреть мои ролики под названием «Для чего был создан человек, почему человек стал разумным». Это нужно понимать, друзья, не уподобляться общим трендом деградационного поведения. В общем, в любых ситуациях нужно всегда стараться оставаться разумным человеком, как бы сложно это не было. Только самообразование, самопознание и самосовершенствование позволит вам минимизировать или даже избавиться от возникновения закрепощающего вашу душу чувство зависти и его влияния на вашу разум и энергетику, как свою, так и чужую. Саморазвитие самообразования позволит вам видеть этот мир таким, какой он есть на самом деле, а не таким, каким его нам преподносят, и выйти из навязанных шаблонов мышления и поведения. Уход от негативных качеств, свойственных животной сущности человека, в которых в разумном человеческом обществе нет никакой необходимости, приводит человека к духовному нравственному росту его личности и эволюции его души. Друзья, будьте осторожны, чувство зависти зачастую скрывается под маской чувства справедливости. Будьте внимательны, чувства справедливости должны играть свою роль в основном тогда, когда вы заботитесь не только о себе любимом, но и о благополучии всего общества и будущих поколений. Будьте благоразумны, если каждый человек начнет работать над собой, над качествами своего характера, то этот мир будет обречен на процветание. Друзья, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим роликом со своими друзьями, оставляйте свои отзывы, ставьте лайки и дизлайки, мне важно знать ваше мнение. Давайте будем всем показывать пример разумности, осознанности человечность и человечность. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Он не знает пути до чужого порога, но он ведает путь к небесным вратам. У него ничего нет, но есть, побеждает любя. Субтитры создавал DimaTorzok Он защитник и друг, и теперь травинка есть для каждого мира. Нового дня без огня и мечей, мирный воин побеждает любя. Субтитры создавал DimaTorzok Если мира в душе твоей птицей запела, это значит настало Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok